В настоящее время перечень муниципального имущества свободного от прав третьих листов для представления в пользование на долгосрочной основе субъектов малого и среднего предпринимательства содержит 106 объектов. Еженедельно комитетом проводятся аукционные торги по продажу размера ежегодно арендная плата объекта, включенных в данный перечень. На сегодня объявлено 55 аукционов, выставлено 67 объектов. 36 объектов, хочу отметить, выставлялись неоднократно. Из 51 прошедшего аукциона, 33 аукциона признаны не состоявшимися, из них 11 в связи с подачей единственных заявок. 22 аукциона ввели ввиду отсутствия подных заявок. Всего от предпринимателя было принято 112 заявок. По состоянию на 2 июня текущего года из 67 объектов с аукционных торгов реализовано 54 права на заключение договора аренды. Всего на данный момент заключено 48 договоров. Договоры аренды заключаются сроком на 5 лет. Хочу дополнительно отметить, что целевое назначение выставляемых на торге помещений ограничено следующим направлением. Это обрабатывающее производство, жилищно-коммунальное хозяйство, инновационная деятельность, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, народно-художественные промыслы, внутренний туризм, физкультура и спорт, культура, частные учреждения, дополнительное образование детей. В настоящее время объявлено 4 аукциона на 9, 16, 23 и 30 июня. По остальным объектам ключевый перечень готовится техническая документация, проводится независимая оценка по определению размера годовой арендной платы. По мере готовности документов и отчетов об оценке объекты будут выставлены в ближайшее время в этом году. Договорились. Денис Геннадьевич, я прошу отдельно этот вопрос еще раз рассмотреть. 70% помещений, которые выставлены и были на торге, реализованы. Это хорошая цифра, учитывая то, что это был не ликвид абсолютный, и который на нашей шее в буквальном смысле висел. И финансово в том числе. Мы платили коммунальные услуги, мы оплачивали охрану. А сегодня эти здания обрели не просто хозяина, а собственника, который вкладывается в свой бизнес и планирует свою деятельность на годы вперед. Я сам посещал эти объекты, и единственный вопрос у меня был там, почему мы это не сделали или не придумали вчера. Поэтому программа важна, нужна, и ее нужно продолжить. Давайте не только вот эти объекты, давайте еще раз посмотрим, почему не ликвид вот эти оставшиеся 30%. Ну где-то может какие-то вложения нам сделать. Условно приходит предприниматель, понимает объем работы, говорит, ну я не потяну. Может там перекладка сетей, может там чего-то. Но будем продолжать, и в совокупности еще раз говорите, обе программы дали серьезный толчок вперед. А самое главное, вот это не единицы, а уже десятки предпринимателей создали свое дело и свой бизнес, а значит стали участниками активными городской жизни, экономики, создали рабочие места, дали возможность людям работать и зарабатывать. Продолжение следует...